Я включил запись, теперь смотрите процедуру. Если вы видели мои фильмы, я набрал три слова. Значит, фото природы Алтая. И мы сейчас в уникальном, удивительнейшем краю находимся. Вот так. А это будет как бы сопроводиловка. Мы разговариваем, а я время и времени буду менять картинки. А вы это все увидите потом, я вам вышлю специально фильм этот. Хорошо. Теперь так, вы сделали одно, сказали одно слово, из-за которого в фильме появился. Я ничего не напутал. Вы сказали, что засадите улицы абрикосами? Да, совершенно верно. Но об этом нужно несколько поточнее рассказать. Так, начнете с себя, чуть ли не с детства. Поехали. Откуда вы взялись? Потому что, кроме того, что у Александра, я не знаю ничего, и вы с Алтая. Поехали. Да. Ну, давайте так. Я сразу скажу, я потом поясню. Потому что нужно, ну, последовательно, желательно все слушателям и видеозрителям понимать. Ну, так как разговор не был подготовлен и... Вот и надо так. Только экспром. При какой подготовке? Происходит, как оно в жизни бывает. Общение, знакомство и мысли, слух. Так оно пусть и будет более реально, как оно и происходит на самом деле. Так что, я свою фамилию не буду говорить. Я не буду говорить силоком, в котором я купил дом. Почему? То есть, потому что пусть в будущем меня узнают по почерку, о чем я и хочу рассказать. То есть, вот. Александр, перебью. Я сразу с вами не согласен. Давайте так. В чем может быть секрет? Ваши слова. Жило 7000 жителей, осталось 1000. Это самый удивительный на планете край. Да. Вот. Я показываю фотографии, я сам в шоке. Потому что, что Хакасия хороша, ну... Я вам расскажу еще больше именно вот про это место, то есть, и почему. То есть, я поэтому и говорю, чтобы некоторая была... Ну, такая... Тайна. То есть, чтобы... Ну, люди в будущем это более поймут, почему и так. То есть, в этом месте... Это... Это находится на... Реке... То есть, недалеко от слияния, где она происходит, где сливаются... Тюнь, Бия, Песчанка, Нуй, там образуется река очень большая, очень классная, рыбы в ней всякой очень много, и также и осет, и стерлядка, и таймень, и так далее, не говоря уже о обычной речной рыбе, но сом не водится, сразу скажу. Давайте, понимаете, многие сейчас при слове рыба ловят, отключают компьютер, давайте четко говорить про это, о ваших планах, и о том, что вы уже знаете, о соседях, о садоводстве, пожалуйста. Да, вот, здесь проходят ленточные порционные длины в мире, и здесь нету полей для зерновых, то есть здесь нету гембицидов, вот этих всех пассивных, вот этих нюансов, отрав, вот. Да, ну, уж хватает, и, ну, леса смешанного различного, то есть здесь очень экологичное место, вообще в своем роде, потому что здесь нету полей. Ленточный пор, а с другой стороны река, и вот эта площадь, она тем самым и уникальна. Вот, но в этой деревне, после закрытия заводов и фабрик, осталось из 7 тысяч людей, всего лишь тысяча. Школа есть, детишек, здесь в школе 100 человек, также детский садик. Ну, то есть деревня живет, ну, нормально, но домов очень много пустых, то есть, а это участки, а потому что все на земле. Вокруг меня, если вот так бы я на вскидку посчитал, ну, 11 домов, это в районе, ну, 300 метров вокруг меня, из 11 домов только 5 живых, то есть, больше половины, можно сказать, оставлены жильцами. Ну, умерли старики. Давайте о садах. Сады есть там, где брошенные дома, не брошенные? Конечно, все есть, все есть. Сады, местами, я уже, хотя я очень купил здесь дом, но я уже несколько походил, посмотрел, какие сады у людей были, какие деревья растут. Сливы здесь очень много, колючие сливы, вот, и с иголками длинными, с такими, яблок много, абрикосы даже есть, ну, и черноклубка вся, калина, рябина, ну, такие, вот такие сады, то есть, у людей. Вот, мне сразу, вокруг меня попадаются вот эти именопадовицы, сливы, яблок, то есть, вот эти вот небольшие деревья, на которые я хотел бы привить, вот, у Валерия Константиновича на двое, то есть, вот, это... Привои, 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 да, вот, ну, и также, по соседству, у меня барак, то есть, на 6 семей, осталась только там одна семья, у них по 5 соток, то есть, это 30 соток, ну, одна семья только высаживает себе 5 соток, то есть, 25 соток, ну, где-то заросло пленом, скажем, 20 соток чистой земли и водородной, то есть, я уже об этом поднял разговор еще, что, ну, сразу, в течение всего этого времени, сколько здесь проживаю, так что я буду засаживать этот участок, ну, 20 соток там, что-то себе, что-то, вот, сады, деревья, различные, ну, начнут косточек, желательно сразу по месту, чтобы не пересаживать нечто, все по технологии, потому что меня интересует именно долгожительство, я хочу, ну, не только культурность, морозостойкость и плодовитость, ну, и долговечность, долгожительство этих деревьев, так что я буду стараться все делать, ну, на высшем уровне, то есть, на возвышенности усаживать, ухаживать, там, травку подрезать, нержавеющая сетка, я уже об этом тоже думал, вот эти вот сходы, так как я работаю с металлом, ну, то есть, токарные, кузнечные работы, нержавеющей сеткой буду, чтобы проветривалось свет, проходил сверху, буду накрывать вот этот забор из сетки нержавеющей, сверху буду стекло, стеклянно, стекло обычное стеклянное, положить, чтобы никто не съел, ни мыши, ни птицы, ну, такие вот мысли, насколько смогу переработать в этом году, столько сделаю, ну, а так, шагать здесь, кстати, да, буду так же, ну, производить партизанскую деятельность, ну, где-то явно, где-то тайно, потому что, говоря вот об этих участках, которые по всей деревне разброшены, есть места нормальные, солнечные, чистые, даже где-то и, ну, ну, ровная местность, то есть возвышенность создать, как же вдоль вот заборов, пусть дети, люди все это, ну, берут себе, пусть едят, берут, то есть вот так, вот такие вот моменты рассматривают со мной плотно, прям, с весны, так же, и прививание, и осенью, и, ну, то есть вот этими процессами я хочу здесь заняться, есть куда расшагаться, и это будет привлекать, потому что из города детей сюда отправляют родители, потому что именно здесь экологическое местечко такое, уазит, такой микроклимат своеобразный, так что детей здесь много, люди так же приезжают, и в гости к своим родителям городские, и на рыбалку, то есть движение здесь происходит, и мне бы было радостно, потому что, ну, иметь в свои уже, как я считаю, деревни, ну, такие достопримечательности, где-то на перекрестках вот этих улиц, где люди, ну, где есть движение, то есть проходняк, вот, и вот этим мне это очень интересно, тем более я учился, я также учился на механизатора, то есть я в этом плане, у меня есть и образование, и опыт, и стаж, то есть... Образование какое? Образование, ну, оно там и фермер идет, и механизатор, тракторист-машинист, там, комбайнер, все эти, агрономии и так далее, то есть в этом плане я учился в молодости, и с агрегатами, механизмами я разрабатывал сам сельхозагрегаты, прям в 15 лет я их уже разработал, которые сейчас, вот эти иномарошные агрегаты, суть такая, что они сразу делают спашку, сразу сеют, и, ну, оборудят, выравнивают поле, чтобы влага не уходила, я это делал уже в 15 лет, то есть многофункциональный агрегат, то есть спашка, борозды, посев и выравнивание поля, это делалось сразу, цеплялось все на мотоблок, этот мотоблок, кстати... Ой, все-все, отвлекаться не будем, давайте так, смотрите, ближе к делу, итак, варианты, вы не могли бы пойти в школу и уговорить директора посадить в школьный сад, это было бы... Момент такой, что этот директор со твоей женой ко мне приезжали позавчера, но у них покупали садение варенья, то есть, и вот познакомился я с ним лично, два дня назад. Да, я могу, потому что есть школа, я вчера проходил там и я присматривал все эти... ну, вообще, что там такое есть, все эти округи, потому что, когда приехал, ну, вот эти все уборки домашние, то есть все, прополка и как далее, она не позволяла мне пойти всю, узнать деревню, 7 километров деревня в длину, вот, так что, да, я думаю, это будет вообще нетрудно сделать, то есть реально вообще легко. Также с администрацией у меня была встреча, но, правда, главы администрации не было, но у меня там другой вопрос, у нас есть катер, здесь стоит на берегу, много лет стоит, нету моряка, то есть вот я бы хотел еще поговорить чтобы судоходство здесь ну, снова открыть, то есть отучиться, права получить, вот эти личные... Все, все, давайте теперь опять к садоводству. Смотрите сюда. Я вас выслушал, мужик серьезный, даже слишком серьезный. Да. Вот, я таких, как вы, даже не просто уважаю, я ставлю выше себя, потому что, а я-то языком сейчас работаю, хотя нет, сад я вырастил, вот, не только языком. Ну, это тоже, это семена, сеять в умы людей, это тоже, знаете, первоначальное, наверное, но сначала была мысль, потом уже изложение мысли, а потом уже и дела, поступки и плоды, то есть все-таки это кто-то больше, кто-то меньше, а делают одно дело на своих местах, то есть все равные, по сути. Ладно, спасибо, что меня признали равным. Так, Александр, слушайте сюда, ближе к делу, а то, еще раз, меня ругают за длинные фильмы. Давайте так, что мы ближе к делу, значит, у вас будет собственный сад, наверное, на подворье, вот, если это южный или западный склон, вы поняли, что солнце било под более тупым углом, вот, начинайте с моих лучших семян, даже непривитых, просто, вплоть до королевских, вплоть до этих баев, фаин, все это, мой совет, хотя бы, сейчас только ко мне показала первый проклюнувшийся абрикос, на прошлой неделе проклюнулся, а не в песке у меня в сыром, в холоде, проклюнулся первый персик, и до этого проклюнулся первый сливка, пока вот единичная случая, значит, весну почуяли, далее, это, сейчас, секундочку, секундочку, Даша, больше не было проклюнувшийся? Даша? Даша? Проклюнувшиеся косточки еще есть? Ладно, хотел показать, прямо на экране, ладно, и так, значит, мой совет имеет подворье, так, дальше школьный сад, это, если вы скажете, нет, даже не то, что убедите, попытку сделайте, и так, администрация, директор школы, и это, возле администрации, посадка, раз, это очень важно, на будущее, директор на территории школы, два, подружиться еще с учителем-биологом, три, чтобы через него на детей, это, выйти, вот, и, если вы скажете, нет, не сделайте, а попытайтесь, то сейчас все, что вы мне закажете, любые семена, и сколько бы ни было, я вам посчитаю по 50%, процентов, то есть за полцены, это уже, огромный плюс для вас, выгода, тем более, я вас, вы позвонили, я за язык вас не тяну, что вы сказали, я не только себе, а я буду садить на улицах, цепляюсь за эти слова, а я в таких случаях, сразу, становлюсь другим человеком, забываю, что у меня, происхождение русско-украинское, здесь я, а у меня тоже, да, да, это хорошее сочетание, когда две крови, русско-украинское, так вот, Алтай, сейчас будем закончить разговор, Алтай, раньше, эти, географы, биологи, значит, путешественники, не было такого понятия, как эта часть Сибири, раньше была, как писали, вспоминаем, Сибирь и Алтай, а почему? Потому что Алтай, это, 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 жемчужина, это даже не Сибирь, это особый микрорайон, я вот сейчас показал, двадцатых фотографий, у меня у самого шерсть дыба, вот серьезно, как я бы жизнь прожил, и не был там ни разу, как? Ой, уникальное. у меня здесь живу, я, ну, детство, то есть, я это очень хорошо на себе знаю, тем более, такой, расширенный человек, я говорю, я и на рыбалку, и в леса, и так далее, то есть, я это все, ну, знаю, у меня, дедушки, бабушки, очень показательные семьи, мы когда в лес раньше приезжали, мы на рыбалку, бабушка почему-то пару мешков мусора где-то найдет, в багажник загрузит, где-то там дровишек каких-то напилит, упавших этих сухих, то есть, вот так всегда было, и в такой семье я рос, то есть, и это, так же оно идет и у меня, то есть, везде мусор, я в Горном Алтае провожу очень много времени, я искалолаз, то есть, добываю дикоросы лекарственные, так же я и шишки кедровые сбиваю, то есть, я по деревьям, по кедрам лазаю, вокруг меня никогда нету мусора на всех моих станах, где бы я не останавливался, в поле видимости, что-то ничего, никаких ни полторашек, ни пакетов, ничего никогда такого нету, так же и в деревне, здесь, вот этот, живу на перекрестке, вот в метрах, трех ста, видимости, уже с осени, и так далее, будет все это, препараться, убираться, то есть, чиститься, но это всегда так было в жизни у меня, в моих семьях, и жена моя в это, в это вникнуто, то есть, вжилась, так что, тут, ну, такие опыты, такой стаж, такое отношение ко всему у меня, к природе, и к окружающей среде, и к себе, и к близням, так, а можно вас поймать за язык, я могу рассчитывать, что вот сейчас, все пойдет своим чередом, вы выписываете 50, 100, тысяч, укостик, меня, это только зависит, будет от вашего кармана, ну, может быть, администрацию привлечете, пусть тоже платят, так вот, дальше, проходит время, вы получили посылку, так, вскрыли, фотографии присылайте, мы будем, я буду отслеживать вас, вы для меня уникальный человек, некоторые так же, а потом исчезают, а мне нужно продержаться несколько лет, вскрыли, сколько косточек там лопнуло, сколько, и уже продолжаем разговор, а вот эти на постоянном месте, а вот на такой холл, а которые спят, вы просто соточку распашите, и посадите, ну, как каву, любые овощи, цибули и прочее, дальше, значит, проходит немного времени, май, допустим, ага, вот всходы, сколько, 10%, 90%, хотелось бы 90%, отслеживаем дальше, осенью, куда девать это богатство, а не продать ли, не вернуть ли деньги, потраченные на железо, и так далее, вот этот момент, раз, если будет большой заказ, далее, значит, так же будем говорить, вы будете говорить, я был, глава администрации, он меня послал, ну, в смысле, послал к этому, ясно куда, к этому, заведующему там, финансовым отделом, за деньгами, ну, и поняли, да, мою мать, вот, осенью фильм, значит, зима прошла, как зима прошла, как защитили от зайцев, вы знаете, зайцы жрут, люди беспомощны, я был вынужден, всех четырех зайцев выловить, петлями, и скормить собакам, только потому, что они у меня сотнями, жрели саженцы, а сколько людей теряется, а они беспомощны, они не охотники, а вы охотник, а, угадал? нет, я не охотник, я с животными очень хорошо живу, ну, все, я о вас хорошо подумал, короче говоря, от зайцев сами, а вы говорили про сетку, и так далее, давайте заканчивать разговор, и так, значит, я надеюсь, что будет каждый год несколько фильмов, я на этом хочу закончить, я все время говорю, я все время страх сидит, что половина уже отключилась, вот серьезно, вы думаете, всем это интересно? А потом, а потом железо, ля-ля-ля, ай. Да, ну, давайте, да, Валерий Константинович, завершать, а то у всех тоже, у всех свои дела. То есть, все, я там список уже более-менее подготовил, что я смогу, я вам на WhatsApp буду отправлять, ну, сколько, давайте, согласуем, да. Ну, все тогда, значит, сегодня, завтра, ну, может, вечером сегодня я вам отправлю информацию. Ладно, запомните, ваша скидка 50%, только потому, что вы будете, вы будете дежурным, так, по Алтаю. я вам скажу еще администрацию у меня находится через дом от меня, поликлиника находится прямо напротив меня, ну, вот, прямо через дорожку, а посередине есть участок, дом заброшенный, там упал забор, и, а вот у администрации нету территории около администрации посеять, то есть, ну, никакие деревья, а вот этот участок, он пустует, я, тут есть пилорамы, я горбылем, мать из колбы, там, тон, 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 все это сделаю, а горожу, чтобы коровы туда не заходили, и, Александр, последний совет, ну, пожалуйста, не делайте все сам, вокруг вас столько людей, и, я даже уверен, что в вашем селе, хоть бы вы с вами, я не знаю, какой именно, и правильно соскрываете, вот, наверняка есть уже зарезовцы, ну, я вам скажу, насчет, скаута спрашивают, там, просить, я очень быстро все делаю, прямо, я такой, это, с утра стою, я очень много за день переделаю, то есть, там, это, мне помощь не нужна. Ну, поймите, на вашем же Алтае, раз, и еще в этом самом, господи, в Вологодской области, там люди, один энтузиаст собирает 20-30 человек, и они толпой все садят, разве это плохо? Не, это понятно, я, конечно, а, у меня есть один человек, это женщина, она не может мне в строительстве, тех же заборов, ограждения, помочь. ничего, посадки, уход, полив, все, Александр, заканчиваем. Да-да-да-да-да-да-да-да, у меня есть одна женщина, очень, очень правильная женщина, которую критиковали по ее идее, то есть, как, ну, то есть, ее критиковали, но это непростой там человек. Все-все-все, проехали, заканчиваем. Я уже не один в этой деревне. Тем более, давайте. Короче, хлопцы, хлоп до кучи. Спасибо, что вы появились в моей жизни. Все, и вам спасибо. Я, кстати, еще скажу так, что, когда я ваш ролик-то увидел все 2014-2015 года, и я вот, когда с вами-то созвонил, мне дело в том, что вот, Александр, все, не могу дальше говорить, у меня на душу стоит. Я успел, все, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok